Майя Борисовна Пильдес, директор 56-й гимназии, одной из лучших в городе и член общественного совета по образованию при президенте России. В ее учреждении большинство проблем остались в прошлом и с очередями, и с невозможностью принять всех желающих, и с недобором персонала. Хотя улыбаясь, подчеркивает, даже в такой ситуации родители бывают недовольны. Первых классов здесь 10, никто не хочет идти в первый же. Здесь есть секрет. По буквам выглядит очень. Знаете, родители, почему мой ребенок не в А-классе? Я не знаю, кто придумал, что А-класс хороший, допустим, а Д-класс это так себе. Ну, у нас не Д, у нас там и дальше доходит. У нас 10-й даже И есть, потому что десятых у нас 10. Ну, а если без шуток, то новый закон требует как минимум осмысления. Долгое время родители добивались, чтобы детей можно было без проблем устроить в ближайшую к дому школу. И такая возможность появилась. Прием документов вот-вот начнется. В каждой школе закреплен микрорайон свой, и жители микрорайона с 1 марта могут подать заявление в школу, к которой они относятся. И прием продлится до конца июля, и лишь с 1 августа школы, с учетом оставшихся мест после полугодичного комплектования, будут рассматривать специальные заявки от горожан. Перечень необходимых документов для подачи заявлений минимальный, но добавился один важнейший документ, с которым могут возникнуть проблемы. Пакет документов на самом деле небольшой. Это паспорт родителя, чтобы удостоверить, что это законный представитель ребенка. Это свидетельство о рождении ребенка. И справка, которая доказывает регистрацию или пребывание ребенка на той территории, которая закреплена за образовательным учреждением. Как часто бывает, после корректив в законодательстве выровнять чашу весов не удалось. Недовольными остались те, кто не хочет учиться по месту регистрации. Для удовлетворения их пожеланий выделен всего один месяц. И ни один директор не имеет права до 1 августа зачислить в свою школу ребенка, не зарегистрированного в микрорайоне. А сколько семей живет у нас не по месту регистрации, сколько у нас приезжих с детьми, которые вовсе никогда не жили по адресу, указанному в документах, вряд ли даже подсчету поддается. Также в Комитете по образованию отмечают, есть районы, в которых родителям нужно действительно торопиться определить ребенка в школу, даже если с документами у них порядок. Нехватка мест также никуда не исчезла. Я думаю, что спешить нужно подавать документы в тех районах, в которых идет сейчас активная жилая застройка. Это прежде всего Красносельский район, это Пушкинский район, это Выборгский район, ну и, наверное, Приморский. Переполненные школы могут прибегать к различным хитростям, чтобы отфильтровывать потоки. Ведь собрав все документы, дети проходят небольшие тесты. Официально это не экзамен, и родителям необходимо помнить, соревновательная нотка при приеме в первый класс отсутствует. Никакого конкурса, вообще никакого конкурса при поступлении в первый класс быть не может. Это все должны понять. Никакого конкурса. Это не просто педагогическое преступление, вернее, это не просто нарушение правил приема, это педагогическое преступление. 16 февраля в школах пройдет общегородской день открытых дверей. Родители будущих первоклассников как никогда приглашают поучаствовать. А с 1 марта, напомним, стартует подача заявлений, в том числе и в электронной форме на сайте госуслуг. Так что можно смело подавать заявление во все школы микрорайона, только перед этим убедиться, что вы зарегистрированы действительно в нужном месте.